На проезжей части по улице Губкина остановка и тем более стоянка запрещены. Об этом говорят дорожные знаки. Но далеко не все водители соблюдают правила. Например, этот прицеп находится здесь больше суток. Подобные отговорки госавтоинспекторы слышат ежедневно. Воспитывать нарушителей приходится рублём. Штраф составляет полторы тысячи. Но с тем, что за такую парковку с владельцев спрашивать нужно строго, согласны и сами участники дорожного движения. Припаркованные машины очень мешают дорожному движению. И, соответственно, не выполняющие требования, неправильная остановка. Бывают и травмы на пешеходных переходах. Они затрудняются из-за того, что ставят автомобиль, потому что нету стоянок. Для этого, я думаю, нужно сделать стоянки, чтобы они не мешали. Ну, уже есть решение по этому вопросу. Я думаю, эвакуатором вывозят. Особенно, если будет снег, они мешают уборке снега. Соответственно, движению тоже мешают. Ну, вот сейчас я проехал мимо, там уже эвакуируют. Вот, эвакуатором всё отвозят. В принципе, знак висит. Закон надо соблюдать. Помочь в наведении порядка должны эвакуаторы. За три дня в городе на штрафстоянку отправили около 50 машин, в том числе большегрузы. Эта сегодня проблема у нас видна, она серьёзная. До сегодняшнего дня мы не практиковали эвакуацию именно грузовых автомобилей. Но ситуация показывает, что другими методами навести порядок, наверное, будет сложно. Сегодняшняя практика работы показала, что тот транспорт, который полгода якобы не мог уехать по техническому состоянию, в течение часа уезжал с места неправильной парковки. Эвакуаторы работают и в центре, и в южной части города, и в северной. Особое внимание уделяется улицам, по которым пройдёт эстафета Олимпийского огня. Мы способствуем очищению города от брошенного транспортного средства. Оно находится в недовлетворительном санитарном состоянии. И освобождаем дополнительные парковочные места для наших автомобилистов. Работа будет продолжена и в ближайшие дни. Владельцам авто следует помнить, что в случае эвакуации машины придётся оплатить штраф за неправильную парковку, работу спецтехники и размещение на спецстоянке. Напомним, что в соответствии со схемой движения Олимпийского огня, в Белгороде уже с 15 января на ряде улиц будет запрещена стоянка транспортных средств. А 17 января в день эстафеты в городе значительно ограничат движение транспорта, в том числе общественного. Диана Калединова, Дмитрий Ерема. К этому часу. Белгород.